приветствую друзья в моем новом видео с вами екатерина кузнецова и канал зеленый дом я биолог и на своем канале рассказываю о комнатных растениях я знаю них очень много очень их люблю и с радостью делюсь этой информацией с вами если эта тема для вас интересна обязательно подписывайтесь оставайтесь выпуске нас выходит каждую неделю и обязательно смотрите видео которые уже есть на канале потому что там много полезного и интересного сегодня я решила провести для вас небольшую экскурсию по третьему этажу нашего дома рассказать о своих любимых растениях в моей коллекции и кратенько о том как я за ними ухаживаю какие условия для них подходит надеюсь будет интересно сейчас мы с вами находимся в нашей спальне с мужем вы примерно видите то что я вижу когда просыпаюсь каждое утро здесь у нас очень зеленое я этого очень хотела чтобы был максимально зеленое пространство нас даже задняя стена разрисована акварельными листочками цветочками здесь на переднем плане в вашем кадре стоит стеллаж который делал мой муж для того чтобы разместить максимальное количество цветов и тут у меня стоят теневыносливые неприхотливые растения потому что прямой солнечный свет на них впадает достаточно мало это у меня папоротники зеленые аллоказии обычная видовая хоя декабрист который сейчас неожиданно решил цвести в общем такие растения которые достаточно неприхотливы окошко у нас здесь южная как вы видите у нас за окном меняется калининградская погода примерно каждые 20 секунд то солнце то пасмурно здесь у меня расположены мои аллоказии фикусы и саговники растения которые требуют больше света при этом поскольку сейчас мы снимаем в начале марта здесь еще довольно комфортно аллоказиям но уже скоро они начнут постепенно отсюда переезжать в оранжерею который покажу вам дальше потому что им света станет многовато но в зимний период им оптимально жилось на южном окошке сейчас покажу несколько моих любимых сортов аллоказии которые здесь можно увидеть это моя недавняя находка аллоказия сабрина мне очень нравятся вот эти полосатые черешки листьев они встречаются достаточно большого количества аллоказий вот похожими названиями я уже показывала вам раньше в других выпусках свою аллоказию зибрину красотку также вместе аллоказии тигрина у нее тоже такие же полосатые листики но узкий длинный лист и вот это сабрина с таким кудрявым красивым листом и тоже длинным черешком это крупномерная аллоказия она еще пока малышка у нее большое будущее она постепенно будет расти и чувствует она себя прекрасно кстати одна из достаточно неприхотливых аллоказии по поводу влажности воздуха она терпит обычную влажность около 40 процентов не обязательно запариваться на 60-80 еще одна красотка тоже довольно долго за ней охотилась это аллоказия скальпом у нее меня восхищает супер плотный лист они прям такие сложно согнуть как кучу коносных фикусов при этом очень красивая текстура листа он такой глянцевый как будто бы кожа дракона вот действительно красивая тоже какое-то время она у меня адаптировалась сейчас чувствует себя в принципе хорошо выпускает новые листья и перестала отсушивать старые она она как раз довольно скоро переедет более темное место видите темно-зеленые плотные листья они достаточно те невыносливые и боюсь что на южном окне а в летнее время она может подгорать еще одна неприхотливая при этом очень красивая аллоказия аллоказия вентивари гадная смотрите какие у нее роскошные рисунки на листях я каждый раз восхищаюсь как природа придумывает каждый следующий лист как настоящее полотно художника растет она достаточно быстро часто делится со мной своими клубеньками размножается эту аллоказию я покупала у своей хорошей подруги из новосибирска коллекционера аллоказия она каждый раз напоминает мне о подруге и еще одна не последняя в этой комнате но тем не менее последний в этом обзоре аллоказия аллоказия медная она достаточно популярна у многих она есть мне ее подарили на фитильном поливе сейчас она вот в такой маленькой емкости это кружка с просверленным в дне отверстием чтобы уходила вода адаптируется к грунту потому что выращивать на фитильном поливе аллоказии почему-то не люблю они у меня отлично растут и в обычном грунте никаких проблем с ними нет но для начала конечно горшок нужен маленький чтобы растение нарастила себе грунтовую корневую систему потому что когда мы выращиваем растение в минеральном грунте на гидропонике корни формируются другого вида и обязательно нужно адаптации при переходе с одного вида выращивания на другой вот она чувствует себя прекрасно выпустила листик видите какой маленький потому что корни пока не адаптировались еще к новому грунту но я не вижу проблем не вижу гниения листьев отсыхания то есть она точно адаптируется все не будет Приветствую вас на третьем этаже моего зеленого дома. За моей спиной лестница уходит вниз, и туда мы с вами однажды обязательно сходим. Здесь слева от меня находятся крупные растения. Поскольку за моей спиной южное окошко, то им вполне хватает цвета. Мы здесь специально сделали стеклянную перегородку, чтобы свет проходил, и растения могли себя чувствовать хорошо. Здесь у меня крупная лаказия зибрина, фикус одри и пальма дипсис. Они создают такую зеленую композицию. Постепенно я их все пересажу в одинаковые кашпо, расставлю на немного разный уровень, и будет такой действительно тропический встречающий уголок в этом месте. А за спиной у меня на окне зимовали мои субтропические растения. Там у меня стоит кодиум, олива и араукария, поскольку это самое прохладное окно, и при этом южное, то есть цвета на нем много. В ближайшее время я эти растения отсюда буду передвигать снова в более прохладное место, потому что сейчас на южных окнах уже для них жарковато. Еще одно помещение моего дома, очень любимое, оно также находится на третьем этаже. Это ванная комната. Здесь я снимала очень подробный обзор крупных растений, которые у меня здесь живут. Собственно, я ее создавала именно для крупномерок. Мне хотелось, чтобы я принимала ванну или душ вот в таком прекрасном зеленом пространстве. Специально для этого мы прорубили в крыше мансардные окна, и здесь достаточно много света в летнее время. Но для подстраховки есть фитолампы, которые освещают растения в зимнее время и подстраховывают в весенне-летний период. Здесь у меня находятся крупные филодендроны, находится пальма дипсис, которую я спасала из совершенно плачевного состояния. Когда мне ее привезли, у нее не было ни одного живого листа, торчали просто палки из грунта. Сейчас это великолепное растение, конечно. Здесь у меня живут и иногда даже реабилитируются колотеи. Очень хорошо себя чувствуют папоротники. У меня под ногами спрятаны камушки, и периодически я их заливаю водой для того, чтобы поднять влажность этого помещения, чтобы растениям было максимально комфортно. Здесь у меня живет также ципирус папирус. Великолепно себя чувствуют хлорофитумы, крупные пальмы, крупные фикусы, каучуконосные, с большим листом разных сортов. Здесь живет алаказия портодора, листья, которые достигают полуметра, и, конечно, стрелиция тоже вполне сюда вписывается, хотя это и не тропическое растение, а уже субтропическое. Тем не менее, все они прекрасно пережили зиму, хорошо себя чувствуют, и я надеюсь, что в дальнейшем эта ванна будет все зеленее и зеленее. Постепенно у меня в планах и вот эти потолочные балки вдоль окон также точно залить растениями, чтобы было зелено со всех сторон. Еще одна часть ванной комнаты – это душевая кабина. Кажется, я вам ее даже еще не показывала, но, тем не менее, здесь тоже есть растения. Они, как вы видите, находятся в дефиците света, то есть им достается немного света из оранжереи, но там ближайшие окна в нескольких метрах. Еще есть окна позади меня, это северное окно, тоже света от него очень немного. Тем не менее, сансеверия, как достаточно выносливое растение, хорошо себя чувствует, продолжает расти, пускает новые листья, новых деток. Сейчас они все у меня в разнокалиберных горшках, но в моих планах заказать бетонный горшок ровно под эти растения, чтобы их ровненько стеной разместить, и они уже будут расти, создавая такую живую стеночку рядом с нашей душевой кабиной. Изначально здесь планировался такой небольшой бортик, в который тоже насыпались бы камушки, но из-за того, что помещение недостаточно большое, мы решили от этой идеи избавиться, чтобы не запинаться и не ломать пальцы на ногах. Кроме этого, у меня здесь еще живут крупные сансеверии, более высокие, с высокими листьями. Они у меня расположены рядом с унитазом и как бы отгораживают унитаз от оранжереи, чтобы не было ощущения, что ты где-то рядом с окном находишься. Такую приватность и интимность создают. У них тоже маловато света, но они чувствуют себя хорошо. Главное с сансевериями не слишком обильно их поливать, если у вас мало света в помещении. То есть им обязательно требуется хорошая просушка грунта между поливами. Это суккулентные растения. Если света много, поливать можно чаще. Если света маловато, поливайте так редко, как вам позволяет совесть. И, конечно, последнее и главное помещение на нашем третьем этаже, не по функциональности, а по наполнению зеленому, это моя оранжерея. О ней я снимала подробное видео на канале и с обзором, что и как здесь устроено, и с обзором моей цветочной грядки, что в ней растет и как. Поэтому это подробно можно посмотреть дальше. Но сейчас в кадр попадает, конечно, моя зеленая стена, которой я страшно горжусь. Мне она очень нравится. Я ее использую не столько для декоративных целей сейчас, сколько для того, чтобы постоянно подращивать растения для моего магазина. Но, тем не менее, за счет того, что здесь много света, прозрачные потолки, растения здесь растут очень быстро. И это очень классный способ их размножать. Также в кадр попадает немного моя зеленая стена из орхидеи. Это мой недавний эксперимент. Я подращивала орхидеи в сфагнуме. Тоже об этом рассказывала довольно подробно в одном из своих рилс. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. Это сейчас уже она зацветает. Вот такие красоточки здесь постепенно распускаются. И скоро, надеюсь, она начнет свисти постоянно и пышно. И это будет очень красиво. Пока экспериментирую. Еще именно здесь живут мои любимцы. Растения необычные, растения яркие и заметные. Вот это, например, хрустальный антуриум. Сейчас мало кого им удивишь. Но пару лет назад я вообще ничего не знала о том, что антуриумы, а это мужское счастье, бывают такими специфичными. Очень люблю вот эти роскошные листья. Каждый новый лист получается крупнее предыдущего. И, конечно, это большое удовольствие за ними наблюдать. Кстати, этот антуриум тоже цветет. Но совершенно не так, как его декоративно цветущие собратья, которых выращивают как раз ради цветов. Цветы здесь невзрачные. Чаще всего я их убираю, чтобы они не тянули силу растения. Потому что основная красота, конечно, в листьях. Еще у меня именно здесь расположена большая часть моей коллекции Алаказий. Это, например, Алаказия Фрайды Кваригатная. Вот такая вот роскошная красотка. Каждый лист – настоящее произведение искусства. Им здесь очень нравится за счет высоченной влажности, около 80%. За счет яркого рассеянного света. Прямые солнечные лучи сюда попадают только утром, где-то до 12. В зимнее время вообще не попадают. И Алаказий круглый год без дополнительного освещения хорошо себя здесь чувствует. Вот как раз Алаказия Фрайды Кваригатная рисует новый листик. Она мне уже подарила пару деток. Они уже сейчас прорастают в сфагнуме. Я очень жду, потому что это достаточно дорогой вид Алаказии. Надеюсь, он меня озолотит. Еще одно интересное растение, которое можно у меня здесь найти в моих джунглях – это колоказия. У нее листочек немного иначе устроен, чем алаказии. Но они очень близкие родственники, их очень трудно иногда различить. Моя колоказия привезена из Таиланда. Честно сказать, я ее просто выдернула из флорариума или аквариума, в котором она росла. То есть она росла прямо в воде. Там плавали рыбки и росло несколько колоказий. Я маленькую детку себе выполола. И вот она у меня потихоньку адаптируется. Первое время вообще отсушивала листья, а сейчас уже держит два полноценных листа. И вот-вот будет третий. Такая симпатичная шахматная красавица. Еще одно необычное растение, многие наверняка увидят его впервые – это хоя меридити. Для большинства хои – это восковой плющ с зелеными плотными листочками, которые растет у бабушек. Но хои – очень большое разнообразие. У меня, наверное, около 10-15 сортов разных хои. Сейчас находятся в оранжереи повсюду. Но вот это мой фаворит. У нее огромные листья, очень плотные, очень красивые по своему узору. И, кстати, она достаточно неприхотливая. Видите, ей нужен небольшой горшочек, умеренный полив, как и всем хоям. Грунт должен хорошо просыхать. И вот она мне рисует новую веточку. И уже несколько раз цветет она желтыми кисточками цветов. И это тоже очень красиво. И еще я большой фанат монстер. Вообще, как вы понимаете, ароидные – это моя слабость. Вот такие вот всякие разные, необычные, с необычными листьями монстеры. У меня здесь тоже в большом разнообразии. Я думаю, что у меня около 15-20 сортов разных монстер. Большая часть из них растет в грядке с другими тропическими растениями. Но часть вот так вот радует меня в горшках. Это конкретно монстера Дансона. Но вид у нее, видите, такой своеобразный. Такие изогнутые кривые листики. Они варигатные, пестрые. Я периодически ее тоже черенкую на продажу для тех, кто так же, как и я, собирает разные виды монстера. Кроме монстера, у меня есть еще необычные эпипремнумы. Многие знают эпипремнум, как обычную вот такую вот лиану с желтыми, зелеными листьями. Также многие выращивают их дома. А у меня есть всякие разные сортовые. Это, например, эпипремнум пенатум вайт. Он, как монстера, умеет вот таким образом резать листья, то есть делать их резными и даже образовывать внутреннюю перфорацию. Даже на листьях без тотема такие вот маленькие дырочки образуются. И вот это у нас эпипремнум фишбон. Кто-то его определяет как монстеру, кто-то как эпипремнум. Но вот такой вот у него необычный лист, пестрый. Он у меня только-только-то уронулся в рост. Ждала лета, чтобы он начал распискать листья, потому что света ему нужно побольше. Что ж, надеюсь, вам было интересно вместе со мной прогуляться по третьему этажу моего дома, познакомиться немного с коллекцией моих растений, посмотреть, как они расположены в интерьере. У меня за спиной зеленая грядка, про нее, как и говорила, есть отдельное видео. Обязательно посмотрите, если вам интересно, оставлю вам здесь отметку. Увидимся в следующих видео. Оставайтесь с нами, обязательно подписывайтесь. Видео у нас выходит каждую неделю. И всегда что-нибудь новое, интересное можно найти на моем канале. С вами была Екатерина Кузнецова и канал Зеленый дом. Субтитры сделал DimaTorzok